Очередной обучающий семинар для независимых общественных наблюдателей прошел в промышленном районе Самары. В ДК Победы собрались порядка сталь неравнодушных активных граждан, перед которыми стоит ответственная задача обеспечить прозрачность и законность голосования на избирательных участках района. Светлана Оставьева, педагог по профессии, всегда отличалась активной жизненной позицией. Второй раз участвует в общественном наблюдении за выборами. Оставаться в стороне во время выборов неконструктивно, отмечает Светлана. Это важно для каждого нашего члена общества, для всей страны. И я солидарна с этим. Само по себе организация этих выборов, она очень хорошо продуманная. И дело в том, что вот сейчас все компенсизировано и имеет возможности и старый мал в этом участвовать. Я имею в виду с 18 лет, конечно. Вячеслав Васильев, который также не впервые в общественном наблюдении, рассказывает. Гражданский долг и неравнодушие к будущему страны заставило его войти в пул наблюдателей. По словам Вячеслава, знаний, которыми обладает среднестатистический человек, достаточно, чтобы вести общественное наблюдение. Акценты расставят педагоги на обучающих семинарах. Именно поэтому сегодня он здесь. Хотелось бы привнести посильный вклад в то, так сказать, благое дело, чтобы все это прошло должным образом. Добавить непредвзятости выборному процессу, проконтролировать настолько, насколько я смогу это сделать, ход данных событий. Собственно, и все. Организаторы обучающего семинара для наблюдателей рассказали собравшимся об изменениях в избирательном законодательстве. О том, с чем придется столкнуться на участках, разобрали практические вопросы. Мы проводим занятия, проводим обучение, рассказываем об основных критериях, от тех моментов, на которые необходимо уделять внимание. Как правильно проводить наблюдение, в чем заключается сущность независимого общественного наблюдателя. Ответственным за набор независимых общественных наблюдателей является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Константин Головин. События.